Со связью, я думаю, надеюсь, у нас всё в порядке. Итак, мы начинаем нашу встречу. Очень здорово, что Инета нам посоветовала писать страну-город, из которого мы очень приятно это видеть. Тверь, Самара, Афины, Париж. Коллеги, всем доброе утро, удачной недели. Как всегда, у нас сегодня рабочая планёрка. И 13 пунктов, которые я сегодня наметила, чтобы оповестить вас, проинформировать, ознакомиться с теми новостями, которые у нас есть. Сейчас давайте мы быстренько, очень бегло пройдёмся по этим пунктам. И я попрошу сейчас не писать вопросы в чате. И как только я передам информацию, тогда я прочитаю, что там за вопросы, чтобы мы просто не отвлекались и не отвлекали никого. Я хочу тоже вас поздравить с тем, что у нас прошла очень хорошая, очень активная неделя. Очень много фотографий прислали наши коллеги. Я вот хотела вам тоже пролиснуть, немножко показать. Делала такой небольшой калаш. И сегодня в рассылке также будет информация по тем региональным лидерам, которые себя уже обозначили как организатор мероприятий в разных странах, и в городах и странах, в регионах своих. Поэтому вы можете увидеть. Немножко так сейчас полистаю, для того, чтобы вы посмотрели на лица коллег. Я надеюсь, мы очень скоро встретимся. Это Санкт-Петербург, Даугалпилс, Балтия. Приветствую вас. Чебоксары, Литва. Вы знаете, очень многие присылают фотографии, даже не пишут, что это за город. Поэтому, коллеги, давайте мы будем делать немножко так, уже более, как говорится, профессионально, грамотно. Пожалуйста, не бросайте просто так на почту фотографии или такую надпись, как, например, «У меня будет презентация по четвергам». Кто, что, какой город. Давайте с вами договоримся для того, чтобы у нас работа была слаженная. То есть вы пишете город, страна, имя, фамилия, организатор, полные даты. Я сейчас попрошу вас на будущее, уже на март месяц, прислать мне, это будет задание уже к следующей нашей встрече, прислать расписание на март. Все те, кто уже сейчас активно подключается, уже проснулся после новогодних праздников, хотя праздники не заканчиваются, то день Валентина сейчас 23 февраля, 8 марта и так далее. Но для нас это активная работа, поэтому, пожалуйста, пришлите даты, либо расписание, либо в каком режиме вы работаете. В своих офисах, я знаю, что очень многие так работают, кто-то работает каждый день, замечательно. Пожалуйста, так и присылайте. В том расписании, которое есть на сейчас, и те региональные лидеры, которые уже обозначили, обозначились, на сегодняшний момент есть расписание до конца февраля. Со следующей недели мы уже к концу февраля, мы должны выставить расписание полностью за март. Я сейчас обращаюсь к тем, кто уже активно работает. Это будет сокращать время наших с вами, как сказать, совместных встреч, переговоров и так далее. И для вас это будет намного удобнее. Поэтому я надеюсь, мы договорились, что до следующей встречи для всех региональных лидеров активных, кто сейчас уже активно присылает свои мероприятия, не просто присылает, а реально проводит их, я прошу всех присылать свои мероприятия с точными данными, со всеми реквизитами полностью на март. Итак, кто у нас активно проработал за январь месяц, на сегодняшний момент уже в личные кабинеты зачислены бонусы и отправлены договора, соглашения. То есть, что касается оплаты, я сразу говорю, что кто-то сейчас в феврале только начинает присылать свои мероприятия, начинает присылать эту информацию, начинает реально организовывать эти встречи. Поэтому, коллеги, без всяких обид, лишних вопросов, еще раз уточняю, что те, кто реально работал, реально присылал информацию, подтверждение о том, что работал в январе, всех этих региональных лидеров мы проверяем, то есть мы смотрим по результатам регионов, им отправлены соглашения и им начислены бонусы за январь. Все, кто активно начинает работать с февраля месяца, соответственно, с 1 по 5 марта получат свои бонусы в личные кабинеты. Значит, мы поступаем таким образом. Сейчас в феврале у нас намного большее количество, в феврале также будет прибавляться людей, которые реально уже включаются в работу. Поэтому, если есть такая необходимость, мы еще раз выходим на связь, с вами говорим. Сейчас все акценты были сделаны только на тех людей, кто активно сам, самостоятельно проявил себя, кто активно уже работает. Естественно, с ними я сразу тут же выхожу на связь, потому что эта работа видна по объемам, сделанным в регионе, эта работа видна по нашей переписке, то есть человек сам выходит, ничего не сидит и не ждет, потому что мы ищем именно лидеров регионов, а не просто людей, которые не понимают, что делать, куда идти, с чего начинать, куда бежать. Поэтому относительно оплаты, я надеюсь, здесь есть. Если есть какие-то вопросы, сегодня мне уже Евгений Кудряшов сбрасывает таблицу, конкретно, сейчас мы говорим про тот результат, который мы сделали в январе месяце, поэтому всем уже зачислены деньги. Еще дополнительно я проверяю тогда объемы сделанной, зачисленные бонусы, чтобы не было никаких вопросов. И так мы будем делать каждый месяц. Очень будем стараться делать все зачисления с первого по пятое число. Это зависит немножечко, ну как сказать, сроки передвигаются только от IT-отдела, который сейчас неустанно трудится над тем, чтобы внести все преобразования и так далее, поэтому не успевают просто с выгрузкой. Я надеюсь, мы понимаем это, то есть два дня плюс туда-сюда обратно, но будем фокусироваться с первое по пятое число. И я очень буду требовать это, чтобы ничего не задерживалось. С этим, я надеюсь, понятно. С зачислением понятно. Я думаю, это очень хорошая мотивация для всех остальных, чтобы уже сейчас активно подключаться и не просто разглагольствовать, а просто брать и делать это. Сейчас вот в феврале уже наглядно видны результаты за январь. Кто эффективно поработал, кто сократил время отдыха в декабре, новогодние рождественские праздники в январске, и также сразу виден результат, коллеги. Это очень эффективно, когда люди в ваших регионах видят вас, с вами знакомятся, вы, получая такую ответственность, больше на себя берете такую ответственность, изучить того же материала, познакомиться с чем-то, подготовиться. Вы себя более комфортно начинаете чувствовать. И, соответственно, приступайте к работе. И, вы знаете, я могу сказать, что сейчас вот просто прошел такой ряд очень мощных мероприятий, конференций, люди очень довольны. Я могу на своем опыте сказать, что у нас регулярно по-прежнему идут и в Таллине, и во всей Балтии конференции. Я надеюсь, мы со следующего раза также продолжим продолжать наших лидеров, которые будут делиться именно, как у них проходит эта работа. Сейчас очень хорошо поработала Инета Анжена, приехала только что с Франции. Буквально в первой встрече, насколько я знаю, более 30 человек или 30 человек было уже региональных представителей, очень активных людей в Париже. Здорово. У нас очень хорошо сейчас начинает активно сотрудничать Крым, Балтия, само собой, у Вити Чебоксары, очень много стран. И опять же, большое количество информации, в которой я просто тону сейчас, не конкретно, а просто вы сбрасываете фотографии, может быть, это не к вам лично относится, но я к вам как к лидерам сейчас обращаюсь. Коллеги, любую информацию, которую вы сбрасываете, невозможно удержать в голове. Просто вот пишут там, Татьяна, высылаю свои фотографии с презентацией. Откуда, какой город, непонятно. Пишите, пожалуйста, полностью. Хорошо? То есть, чтобы вся информация... Мне тогда очень быстро это комплектовать приходится. И каждую неделю, вы знаете, я готовлю эту рассылку для того, чтобы максимально информация о вас была донесена до ваших акционеров в ваших регионах. Помимо еженедельного расписания, которое будет стоять с вашими телефонами, мы отдельно еще будем выделять регион. Например, мы берем Крым и пишем мини-рекламу, возможно, даже для... именно будем делать отдельную выгрузку для Крыма, для Украины, там, для России, там, для Москвы, да, для региона, то есть, для региона, где мы пишем Крым, там, Севастополь, Симферополь, там, и так далее. Такие-то города, там-то находятся такие-то... То есть, конкретно уже концентрировано не просто общим списком, а берем какой-то регион и начинаем рекламировать его. Вы понимаете, да? То есть, это работает, и люди вас находят, и вы находите людей, с вами начинают связываться. Поэтому с вашей стороны максимально корректная информация, которую вы присылаете мне на e-mail почту. Не нужно мне бросать в Skype, не нужно мне бросать личку. Я там не проверяю. Я сижу и работаю с почтой, с той информацией, которую вы мне присылаете. Я вас призываю сейчас организовать себя, организовать свое понимание, как мы будем работать, чтобы удобно было и вам, и мне, и эта информация своевременно поступала во все наши рассылки. Для этого мы здесь и собираемся. Так, вопрос. В отчет представителей деньги с бонусного счета учитываются ли только с основного счета? В отчет представителей деньги с бонусного счета? Значит, коллеги, что учитывается при дополнительном бонусе, который вам высылается, который вам оплачивается? Учитывается сделанный полностью объем в вашем регионе? Именно с этого оплачивается бонус. Я сейчас скажу чуть позже, но хотела, вернее, запланировала сказать об этом чуть позже, но раз и сейчас выплывает этот вопрос, давайте мы окончательно поймем и разберемся, так как я понимаю вопросов очень многих, не понимают, за что сейчас оплачиваются дополнительные бонусы региональному представителю. Та система, которая была до этого, до декабря, так скажем, да, до, ну, условно, до января, сейчас не функционирует, не имеет значения на бонусном, на основном у вас деньги находятся. Коллеги, сейчас дополнительный бонус оплачивается региональным лидером, который на местах у себя проводит дополнительную работу со своей структурой, неважно, чужой структур, чужих у нас нет, у нас всех своих, то есть другой структуры и так далее. Любые абсолютно люди могут приходить на ваши конференции. Именно за эту дополнительную работу, за разъяснение, за проведение мероприятий оплачивается дополнительный бонус. По онлайн работе я скажу чуть позже. Сейчас должны вы это понять, что это оплачивается за дополнительную работу оффлайн, да, в ваших регионах, привязано к этой территории. Все, что сделал ваш регион, то есть тот объем денег, то есть сделал он 10 тысяч, 100 тысяч. Именно с этого объема вам, как региональному лидеру, с тем, с кем мы подпишем соглашение, то есть это ответственный человек уже по региону, по городу, либо по стране, как у нас в Балтии, потому что это маленькие страны, да, маленькие территории, подписывается соглашение. К вам будут обращаться абсолютно разные люди, не только с ваших структур. Поэтому вы должны быть подкованы, вы должны быть грамотны, обязательно деловой бизнес-стиль, то есть у нас не очень жесткие требования, я считаю, но вы уже сейчас на данном этапе начинаете быть лицом компании, поэтому все, как подобает, должно соответствовать. То есть понятно, я надеюсь, с этим понятно, пожалуйста, прямо сейчас прошу, поставьте плюсики, чтобы у нас на этом вопросе мы поставили жирную точку, что понятно, понятно, да, то есть этот бонус дополнительно за то, что мы проводим мероприятие. Вы становитесь достаточно известной личностью у себя в городе, понимаете об этом также, и вы представляете компанию, как инвест-проводящую систему, которая занимается этим направлением. С этим понятно. Все, активно работайте, я просматриваю все объемы, мы согласовываем с Евгением Кудряшовым все эти таблицы, все, все поступает вовремя. Это выяснили. Замечательно. Относительно договоров. Значит, коллеги, часть людей, которые очень активно принимают участие, которые проводят, и мы видим это, по результатам, по объемам, вся оценка только по результату. Коллеги, мы не выбираем, кто хороший, плохой, у нас такого нет. Все замечательные, все просто грандиозные люди, которые к нам приходят, мы смотрим только на ваши результаты. Есть результат? Получите, пожалуйста. Пожалуйста, получите ваши бонусы в личный кабинет. Поэтому до конца февраля я еще доотправляю договора соглашения тем, кто активно заявляет о себе, кто сейчас присылает мне свое расписание на март. То есть мы как бы доделываем эту работу, давайте договоримся до конца февраля, чтобы у нас было сорганизовано, и с марта мы начинаем уже очень активно, плодотворно, плодотворно, плодотворно не просто работать, а очень эффективно действовать и развивать свой регион. У нас впереди большие планы с открытием, возможно, скай-центров в городах, но сейчас это перспектива, мы сейчас смотрим, как это делать. Сейчас у нас план Санкт-Петербург и Москва пробовать прокатать это. Мы посмотрим, насколько эффективно это будет работать и будем обязательно делиться своими наработками. Вам сейчас очень важно знакомить себя с вашим регионом. Вам самому знакомиться с вашим регионом, знакомиться с людьми. Поэтому впереди, как я все время говорю, ближайшие 30 лет работы все обеспечены, поэтому подходите к этому сразу серьезно, профессионально, грамотно, качественно. И не бойтесь ошибаться, не бойтесь пробовать, будьте все время на связи, мы работаем, мы продолжаем, мы действуем. Поэтому я уже сказала, следующий, третий вопрос, то есть по оплате все понятно, за что она и что за январь уже зачислено. По поводу договоров, я надеюсь, соглашений также. По поводу соглашений еще такой момент. Я прошу, чтобы вы понимали путь, да, шаги. Вы после подписания соглашения, вы распечатываете, после того, как я вам отправляю, вы распечатываете это соглашение, вы подписываете, сканируете, присылаете мне на почту обратно, после чего я все комплектую в конце февраля, все соглашения, почему я говорю до конца февраля, я их комплектую и всей целой пачкой отправляю к Евгению Кудряшову на подпись. То есть это наш директор, финансовый директор, который уже также ставит свою подпись, мы связываем, что называется, все таблицы, мы знаем всех людей персонально, и чтобы у нас не было никаких ошибок, никаких сбоев. И после того, как он ставит тоже свою подпись, конечно, это уже, как бы вы понимаете, это не зависит от ваших выплат, это формальные вещи, он высылает вам на вашу почту, на вашу физическую почту, где вы проживаете. И как быстро придет вам это соглашение, не отражается на поступление, зачисление денег в личные кабинеты. То есть я надеюсь, вы также это понимаете. Но для того, чтобы не было лишних вопросов, почему ко мне там долго не приходит обратно с подписью договор, вы понимаете, до конца февраля они формируются, подписываются и высылаются вам на почту. Но все это время мы не сидим, не ждем и работаем, идем дальше. Поэтому следующий момент, как я уже сказала, третий пункт, прямо можете себе помечать. Я специально ничего сейчас не выставляю, поэтому давайте поработаем. Запишите своей ручкой. Расписание на следующую неделю, я жду расписание, полное расписание на март. По вашим странам, регионам, городам, там, где вы работаете. С этим, я надеюсь, тоже понятно. Следующий, четвертый пункт. На сегодняшний момент, я уже сейчас компоную, сделано материалы, очень много материалов и презентаций, в том числе на английском языке. И сегодня, в течение дня, я сегодня обязательно это размещаю, размещаю в чате региональных лидеров. И сделаю дополнительную еще рассылку на почту всем, для того, чтобы у вас были материалы. Значит, коллеги, вы обязательно сохраняйте папки, которые я вам присылаю, а просто буду туда добавлять материалы. И еще раз напоминаю, вот в уважении ко всем, очень большая просьба, те, кто новые сейчас добавляются в чат, либо вы дополняете каких-то своих региональных представителей, лидеров команд в чат. Я очень прошу не вести там переписку, потому что очень сложно найти какой-то материал, который нужен. Например, ссылка на вебинар, доступ к папке и так далее, и так далее. То есть приходится долго искать. Давайте мы договоримся с вами так, что этот чат будет рабочий. Мы какие-то вопросы обычного характера можно задать в личку друг другу, чтобы там был просто у нас такой, знаете, концентрат всех материалов, которые нужны. Нужно вам что-то, вы быстро могли абсолютно найти. Следующая у нас очень хорошая информация, новости. Вчера уже Инета Анжена также озвучивала о том, что у нас, у всех будет замечательная возможность у тех, кто приобретал в декабре, в январе пакеты с льготным дисконтом, с большим дисконтом праздничным, которые были, будет возможность продлить. Возможно, не такой, как мы говорим, сумасшедший дисконт был, но практически приближенный, и, возможно, не те суммы будут, которые были заявлены по пакетам. Но сейчас эта информация появится буквально в ближайшие 2-3 дня, вот на этой неделе. Внимательно следите за своими личными кабинетами, проинформируйте, пожалуйста, всех своих коллег, все свои структуры, да, сейчас об этом скажите, потому что, скорее всего, это одна из последних таких вот фееричных, что называется, фееричных таких предложений, возможностей, о продлении еще на один срок, так как многие уже выкупили эти пакеты, да, с очень большим дисконтом, и есть возможность еще раз продлить, именно по тем очень большим дисконтам. Поэтому, коллеги, себе просто пометьте, что на этой неделе такая возможность будет. Следующий момент, следующий пункт у нас поездка, планируемая поездка в Минск. Сейчас уже подтвердили окончательные даты. Это будет, у нас сейчас немножечко это сместилось, это будет 30-1 мая, то есть 30 апреля, 31 мая, два дня. Коллеги, пожалуйста, все, кто, возможно, как-то приобретал билеты или планировал для себя это время, сейчас перефокусируйтесь на эти даты. Это сопряжено с тем, что у нас просто очень будут колоссальные суперновости в этот момент, когда мы поедем, мы будем сажать аллеи, мы будем сажать вишни, мы будем слушать выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого, и именно в эти даты приедет очень много очень важных гостей на мероприятие, которое будет состояться в эти дни, и мы предоставляем Анатолию Эдуардовичу Юницкому самому озвучить. Сейчас пока не будем давать эту информацию, огласку, но у нас будет просто потрясающее мероприятие, и мы очень на этого, надеемся, ждем. Планируется демонстрация уже легкового транспорта, грузового, и будет просто грандиозное событие, на котором мы обязательно все встретимся. Прямо в ближайшие дни будет также информация в личном кабинете. Также смотрите, сейчас для себя просто зафиксируйте эти даты 30 и 1 мая. вот сонастройтесь, пожалуйста, на эти дни. Следующий момент, следующий, также очень важный пункт. Также себе запишите. уже до конца этого месяца сейчас мы делаем компоновку договоров, соглашений, да, кто-то сейчас подтягивается у нас, но, коллеги, с 1 марта, и это мы начинаем делать уже сейчас, я вас тоже также предупреждаю, с 1 марта мы уже, даже раньше, уже в марте это будет у нас практически готово, мы начинаем заполнять страницу представителей на нашем, не в кабинете, а на странице капитал нашей команды лидерского состава регионов, лидеров, будет сделана прямо фирменная страница наших представителей. Коллеги, себе сейчас прямо запишите, пожалуйста, позаботьтесь о себе, сделайте профессиональное фото. Не просто где-то я сижу на рыбалке и там улыбаюсь, у меня хорошее настроение. Вы понимаете, это будет уже ваша визитная карточка. Сейчас я просто заранее вам об этом говорю, чтобы вы сделали хорошие фотографии. Это стоит абсолютно копейки недорого, но сделайте хорошие фотографии, сделайте, чтобы они были, как это делают профессионалы, то есть в любом сейчас отелье это делается очень-очень быстро, потому что на вас мы будем рекламировать эту страницу, мы будем рекламировать вас уже на этой странице. Будут стоять ваши реквизиты, ваши телефоны, ваши адреса мероприятий, где вы проводите, адреса ваших офисов, информация о вас и так далее, то есть мини-блог, понимаете, да, возможно, фамилии, невозможно, а так и будут, ваших команд, то есть все ваши реквизиты, поэтому сейчас также начинаем к этому готовиться и мы начинаем формировать материалы полностью для комплектации этой страницы. Поэтому, коллеги, это тоже очень важный пункт. Я сейчас не читаю чат, я просмотрю это в конце, я попросила пока не писать вопросы, вы можете пометить их себе, в конце мы просто пройдемся обязательно по ним, чтобы была обратная связь и все были удовлетворены. То есть со страницей представителей тоже, я надеюсь, понятно, все, кто заинтересован и настроен действительно серьезно сотрудничать и идти дальше профессионально у нас должно быть все оформлено грамотно и достойно. Идем дальше. Следующий пункт и вопрос до начисления бонусов. Вы знаете, что у нас сейчас это важная информация. У нас буквально стартовал на этой неделе конкурс с возможностью получать дополнительные бонусы по первой линии. Если вы приглашаете 5 человек, у вас дополняется дополнительный бонус процент 1. Если вы приглашаете 10 человек, то у вас дополняется 2 процента. Если вы вернее не приглашаете неправильно я сказала, я извиняюсь и уточняю, если в вашей первой линии проплачивают 5 человек абсолютно любой пакет, добавляется 1 процент дополнительного бонуса. То есть вы получаете 16 процентов с первой линии, а не 15. Если у вас проплачивают с первой линии 10 человек, у вас дополнительный бонус 2 процента, то есть 17 процентов, 20 человек 18 процентов и это понятно. Каким образом, я сейчас просто уточняю, заводятся эти начисления дополнительные бонусы. Как только у вас проплатили 5 человек, после этого вам идет дополнительное начисление со всех этих проплат 16 процентов с первой линии. Теперь, если у вас полностью заплатили 10 человек, условно, такой пример, у вас заплатили не 10, а 8 человек. В этот момент не начисляется дополнительный бонус. Только после того, как начислено 5, либо 10, либо 20 человек, как только они проплатили, вам идет после этого до начисления отдельной оплатой. То есть это не автоматически с каждой проплатой, а отдельно после 5, после 10 и после 20. Понятно, да, с этим? Следующий момент, зачисления все понятно. Следующий момент. Минска мы проговорили относительно этого. Я хотела бы сказать, что у нас также сейчас будет замечательный промоушен и возможность выкупить для себя, для посадки в нашем экотехнопарке для участия 30 апреля на мероприятии дерево, которое будет каждый сажать. Поэтому также смотрите сейчас в новостной строке, в новостях эта информация появится. Также прямо рекомендую заранее об этом позаботиться, потому что я знаю, что там очень хорошие, красивые, декоративные какие-то дорогостоящие деревья, которые вы понимаете, вы можете посадить только раз в жизни и столько много поколений в вашей семье, в вашем близком окружении будут радоваться этому цветущему дереву и вы будете рассказывать долгую красивую историю своей жизни, в которой вы принимали участие в этом замечательном проекте, в этой инновационной прорывной технологии. А подумайте об этом уже сейчас. Тоже не пропустите эту возможность. Информация появится буквально в ближайшие дни. Что еще касается новостей? Буквально уже два раза на встречах партнеров Иннета Анджиной об этом говорила, еще раз напомню. Коллеги, у нас сейчас в личном кабинете появилась возможность проплаты по всему миру. По Европе неважно где проживает человек, абсолютно по всему миру. И теперь очень важный момент. Если у вас возникают какие-либо вопросы связанные с проплатой, связанные с какими-то вопросами оплаты регистрации личного кабинета. На сегодняшний момент я сейчас прямо в чате еще раз продублирую скайп Александр. Это человек в нашей технической поддержке, который сразу моментально решает этот вопрос. Чтобы вы как руководитель, как региональный лидер понимали, быстро, оперативно решали вопрос. Не просто у вас лично, а в вашей команде, в вашем регионе и так далее. Сейчас, когда мы не закончим, давайте я прямо сейчас напишу этот скайп, одну минуту. так. Так. Вот, пожалуйста, такой вот. Зовут Александр, это скайп-человека, то есть он очень оперативно в скайпе решает все вопросы. Вот я вижу, в скайпе карта не прошла, в феврале карта не прошла, пришлось платить через банк. Коллеги, именно вот, отвечая на этот вопрос, Александр в данный момент в отпуске, он буквально уже на следующей неделе выходит, поэтому обязательно сохраните этот скайп, этот скайп, да, и сейчас его заменяет другой человек. В любом случае сейчас запишите этот скайп и буквально в ближайшие дни, пару дней человек выходит и с вами на связь отвечает на вопросы. Значит, еще такой момент, коллеги. Если не получается, на следующий раз мы даем еще одного и третьего, и другого, и пятого, и десятого человека, да, на сегодняшний момент вот это самое быстрое решение, которое может быть. Вот, просто проконсультируйтесь, может быть, по этому вопросу еще в техническом отделе они вам уточнят данные того человека, который сейчас заменяет Александра, да, то есть этот вопрос решайте очень быстро. Еще вопрос был по онлайн-представителям. Сейчас я буквально закончу, это то, что, как обратная связь на те ваши вопросы, да, я готовлю все эти вопросы, чтобы ответить, и мы сразу начнем читать вопросы в чате и с вами непосредственно общаться, дальше решать, да, нюансы. Все, что касается онлайн-представителей. Мы сейчас, наша группа занимается непосредственно оффлайн, да, работой. Все, что касается онлайн-представителей, то есть тех людей, которые работают со своими группами через интернет-площадки, через вебинар-площадки. На следующий раз я приглашаю Ларису Артамонову, которая занимается непосредственно этим отделением, этим отделом, то есть онлайн-представителями, онлайн-проведением мероприятиями. Она эксперт в этом, она в этом имеет результаты, и тогда для вас будет информация для тех людей, для тех региональных представителей, которые работают независимо от территории, по всему миру, но со своей площадки. Для таких региональных лидеров, я сразу хочу сказать, что у нас был обозначен 1% от объема, который делает этот региональный лидер, но его региональным лидером не зовешь, да, то есть онлайн-лидер, и оплачивается 1% только с его собственной структуры, так как он работает онлайн, и он работает по всему миру. Я надеюсь, с этим понятно. Те условия, еще раз уточняю, те условия, которые были до января месяца, они сейчас недействительны под тем договорам, под тем условиям представителей, которые были. Коллеги, я надеюсь, вы все здесь взрослые люди, здесь нет детей, и мы понимаем, что сейчас очень быстро продвигается проект, очень многие этапы. И сейчас рассматриваются те стратегии работы, которые дают максимальный результат. Те условия, которые были до этого, на сегодняшний момент не дают тех результатов, которые нужны. Поэтому вы должны понимать, все договора, возможно, которые вы подписывали как представители до этого, сейчас пересматриваются. Сейчас очень важно активировать работу в регионах офлайн, и очень важно активировать работу онлайн. Поэтому и есть две группы региональных лидеров. Я непосредственно занимаюсь и работаю с вами, как с региональными лидерами офлайн, с нашей группой. Поэтому мы проводим дополнительные мероприятия, мы проводим дополнительные планерки, постоянно комплектуем новые материалы для того, чтобы у вас все это было для самостоятельной работы и так далее. Кто-то работает онлайн. Пожалуйста, замечательно. Если вы это делаете, в следующий раз я приглашаю Ларису Артамонову, она проговорит просто те требования к вам, что вы должны предоставить, какие скрины по вашим мероприятиям, что это тоже план работы. Это не просто я где-то что-то провожу и за это получаю. То есть мы ищем действительно активных людей, кто умеет это делать, кто умеет обучаться это делать и делает это. То есть я надеюсь, с этим понятно. По той информации, которую я хотела донести сегодня до вас, у меня все. Давайте посмотрим, какие есть вопросы. Так, Дальневосточный всем привет. Замечательно. Где можно задать вопросы? Здесь «Как грамотно составить рекламный слоган?» Так, как грамотно составить рекламный слоган? Какой конкретно слоган? Чего? Объявление, приглашение. То есть что конкретно? Коллеги, сразу по рекламным слоганам. То, что касается, если это касается приглашения на ваше мероприятие, старайтесь очень кратко. Вот просто вот это должно быть приглашение на ваше мероприятие. Не нужно ничего долго расписывать. Где состоится, когда состоится, какое мероприятие, то есть цель его, да, что человек получит, какие там информации, знания или предложения. И именно таким образом должно выстраиваться. И где это адрес проведения? Очень четко и условия проведения. Я очень рекомендую вам делать небольшую оплату, так как вы сейчас многие начинают на своем финансировании. Кто-то уже регионы работают хорошо, получают, бонусы могут оплачивать. Минимальный вход 100 рублей, там 2 евро, 1 евро. Пожалуйста, ставьте за участие в мероприятии. Это абсолютно нормальная, естественная практика. У меня также задавался вопрос, а как вот я там перед налоговой буду отчитываться? Перед какой налоговой, коллеги? Вы проводите мероприятие. Абсолютно все, кто занимается, работает в сети, знают об этом. За аренду вход всегда платный. Вне зависимости это 3 человека к вам пришло или 303. То есть мы все взрослые люди, мы понимаем, что нужно оплатить помещение, в котором мы работаем. Мы сейчас не говорим о небольших встречах в 2-3-5 человек условно у себя дома на диване. Мы говорим, если вы арендуете какие-то помещения, и если вы работаете, вы их арендуете. И я советую не начинать с каких-то маленьких, абсолютно где-то там захудалых помещениях, куда стыдно пригласить человека. Найдите хорошие гостиницы. Это не так дорого стоит. 20 минут, 30 минут, 40 минут провести презентацию, то есть заплатить условно 20 евро, там полторы тысячи за час, за полтора, это стоит того. Но делайте сразу акцент на качество. Соответственный уровень прослойка интеллектуальных клиентов сразу будут к вам приходить. Просто сразу заявляйте о себе на хорошем качестве, на хорошем качественном уровне. Так, это для всех, кто достаточно заплатит. Как грамотно? Не поняла вопрос. Это для тех, кто достаточно заплатит. Кому? Непонятно. Вы думаете, так легко поменять билеты с Нью-Йорка? Так, Елена, к сожалению, не мы придумываем какие-то даты, да? Нам это подтверждает лично Анатолий Эдуардович Юницкий. Постарайтесь, Елена, пожалуйста, поменять этот билет, если у вас есть такая возможность. У нас просто колоссальное, грандиозное событие будет, и это, к сожалению, не от нас зависит. Мы все абсолютно в одной и той же лодке, в одних и тех же условиях. Я точно так же делала, уже отдала делать визу. Сейчас буду отдавать делать визу на другие сроки, поэтому, ну, что делать? Давайте мы будем фокусироваться на том, что нам действительно просто сейчас надо, наоборот, радоваться тем событиям, которые у нас есть. Событие вас просто не просто порадует, а это для нас просто суперновости. И мы, к сожалению, не имеем права разглашать все информации, так как подписаны юридические соглашения, тоже внутренние соглашения. Но информация, которая будет 30 числа, стоит того, чтобы поменять билет. Я вам точно гарантирую это. Поэтому, коллеги, ну, давайте мы как лидеры как-то решаем эти вопросы. Мы заказали уже три автобуса с Балтии, тоже на срок 23 числа. Сейчас переделываем, организаторы все это переделывают. Ну, понимаете, что, к сожалению, а может быть, к счастью, кто знает, все вот таким вот образом у нас переместилось. Если человек сделал первую проплату в рассрочку и дальше категорически отказывается платить, будет ли возможность переоформить его пакет с тем же дисконтом? Коллеги, вот этот вопрос у нас также задавался. И был такой ответ, что, понимаете, это уже юридические документы. И вы, скорее всего, должны будете... Давайте мы к следующему... Я прям именно этот вопрос подготовлю, проконсультируюсь еще раз с нашим юристом. Но предварительно был такой разговор, что если человек отказался платить, не хочет платить, да, то есть не понимает возможности и коммерческой выгоды, интереса, то вы должны ему сказать о том, что хорошо, допустим, я забираю этот пакет у тебя или кто-то другой человек, да, переоформляет этот пакет, эту возможность. Пожалуйста, возьмите нотариально заверенное соглашение у человека о том, что он согласен вам передать, допустим, эту программу. Сделайте прямо скрины в личном кабинете, то есть это был разговор с юристом непосредственно, потому что как только человек оканчивает проплату, например, был такой случай, человек говорит, хорошо, ты знаешь, давай мы поступим таким образом. Ты не хочешь платить, у тебя нет денег, у тебя нет возможностей, я буду платить за тебя, да, но на твое имя. И вдруг оказывается, что когда у человека оформляется пакет, он говорит, ты знаешь, нет, я вот, ну, передумал, я все-таки хочу оставить, у меня появились деньги, я тебе отдам деньги, я хочу себе оставить этот пакет. А другой человек за него платил и так далее. Поэтому вы сейчас на берегу уже составляете такое соглашение, которое гласит, что, которое вы можете как скрин предоставить предоставить тому же, допустим, директору, да, руководству в инвестпроводящей системе, в той системе, в которой находитесь, например, у нас Capital, да, где вы говорите, вот эти оплаты осуществлял я, вот у нас внутреннее соглашение, да, то есть каким образом вы договоритесь, что этот пакет принадлежит мне, пожалуйста, на основании этого, вы перечислите, переоформите это на мое имя. Ну, еще раз говорю, я к следующему разу, прям точно уточню, как это может быть сделать, может быть, это можно сделать сейчас и проще. Ну, раз этот вопрос возникает, уже вот у меня третий раз такой задается вопрос, тогда давайте мы действительно, он очень актуальный. Коллеги, после апреля, после апреля, возможно, будут очень колоссальные подвижки и все те пакеты, которые сейчас нам предлагаются, будут просто на вес золота. Я вам точно говорю, что будет просто супер информация для всех. И, естественно, как мы все время говорим, что мы не стоим на месте, меняются условия самого проекта, меняются условия инвестпроводящих систем. Какие будут пакеты? Может быть, нам уже объявят о том, что созданы внутренние биржи, об этом разговоры также ведутся, что в этом году это планируется. И можно будет те инвестиции, которые есть сейчас, уже менять на деньги и так далее, и так далее. Поэтому максимально, вот сейчас, в феврале, сделайте для себя все возможное. Вы знаете, вот на наших встречах в команде, когда мы встречаемся, и в Санкт-Петербурге, мы также озвучивали этих, и в Балтии, и в других городах, где мы встречаемся онлайн, мы в своих группах, вот я своим группам всем говорю, максимально до апреля сделать все возможное. Если раньше мы призывали и говорили, поддержите проект, там, коллеги, давайте поддержим проект. Сейчас я говорю, поддержите себя. Вот сейчас-то точка Х, когда просто, что называется, нужно выкупить все абсолютно пакеты, которые есть. Уже через несколько месяцев будет абсолютно другая ситуация, о которой вы узнаете на апрельской встрече. Поэтому не сидим ни одно мгновение, просто работаем, смотрим, что можно вообще сделать. И для себя, для своих близких. Объясняйте это своим партнерам, своим коллегам. Потому что очень стремительное время сейчас продвижение. Так, пакет на другого человека. Уже начисляют. Принято. Так, не совсем поняла, что это за вопрос. У меня 53 клиента и только один инвестор. Так, ну замечательно. И какой вопрос? А если у одного партнера три пакета, то считается, как один пакет или три. Это считается, три пакета, это считается... Коллеги, если речь идет о конкурсе, мы говорим о том, что пять клиентов, да, пять клиентов оплачивается, после чего идет дополнительный бонус. Не пять пакетов, а пять клиентов, пять человек. Десять человек, следующий бонус. Двадцать человек, следующий, да, если это об этом идет речь. Так, Олег, за покупки назначен. Уважаемые коллеги, значит, еще раз. Давайте мы наши рабочие встречи будем проводить как рабочие планерки, не как диспетчерское бюро. Если есть личные какие-то у вас вопросы, да, то, что связано, там, он клиент, инвестор, лидер, непонятно. Я даже не понимаю, что это за вопрос. Олег, дополнение с покупки. Не могу прочитать. Так, дальше. В феврале карта не прошла. Так, мы уже об этом говорили, да, прямо сейчас вот к Александру. Александрное время в отпуске. Кому можно обратиться? Коллеги, давайте я сегодня прямо уточню скайп тогда того человека, который заменяет его, и поставлю в нашем чате. Хорошо, договорились? Так, кому обратиться? Мы работаем в оффлайн. Мы работаем в онлайн и в оффлайн. Замечательно, значит, вы, если выполняете работу и онлайн, и оффлайн, вы будете получать и один, и второй бонус. Но, как я сказала, что я обязательно на следующую встречу приглашаю Ларису Артамонова, она вам просто объяснит. То есть, требования оффлайн вы знаете, еще онлайн. Да, замечательно. Это супер. Конечно, надо использовать все возможности. Так, как грамотно составить рекламный слоган? Еще раз. Тогда будем делать как небольшой макет. Я сегодня также постараюсь выставить. Так, объявление для приглашения в компанию. Так, понятно, да? Есть ли специальные условия? Так, объявление для приглашения в компанию. Значит, что значит объявление? Вы лично приглашаете этого человека. Мы сейчас не рассматриваем вопрос, как вы лично его приглашаете. Мы сейчас рассматриваем, как вы приглашаете людей на наши региональные мероприятия. Пожалуйста, присутствуйте тогда на наших партнерских встречах. И к следующему разу, вот Инета Анжена, очень хорошо, что сейчас задался этот вопрос. Мы будем тогда готовить материал конкретно для партнеров, обязательно присутствуете, по приглашению людей, просто по приглашению личных людей. Здесь мы сейчас рассматриваем, у нас рабочая планерка по вопросам приглашения и организации мероприятий. Есть ли специальные условия по поездке в Минск? Или могут ехать все, кто захочет? Коллеги, могут ехать все, кто захочет. И сейчас у нас на сегодняшний момент есть такая информация о том, что будут даже предложены условия, что деньги, которые вы потратили на поездку, на проживание, будут возмещаться акциями. Это вообще просто супер подарок, я считаю. Поэтому стоит сейчас позаботиться и приобретать билет и так далее. Моя рекомендация вам. В ближайшие дни, так как сейчас точно согласована и установлена дата, появится первый мини-анонс. Вот как только он появляется, все, начинайте заниматься билетами, начинайте планировать свое время и так далее. И обязательно будут условия уже первой информации о том, что так как вы являетесь участником, будет возмещаться акциями, возможно, будет какое-то условие, что вы приобретаете какой-то пакет и так далее, да, что-то такое. Поэтому сейчас давайте дождемся этой информации. Если речь идет о специальных условиях по поездке. В Минск могут ехать абсолютно все. Абсолютно все. Я вам говорю за себя, что я еду со всей своей семьей, даже едет моя дочь, она говорит, но это грандиозное событие, я хочу посадить это дерево, чтобы потом рассказывать своим внукам. Супер здорово. Отвезите туда свои команды, отвезите туда свои семьи, своих детей, потому что это действительно будет просто уникальное событие. Это точно. Это я знаю точно. Так, с Кыргызстану, Белоруссию, виза не нужна. Члены совета тоже должны прислать. Что должны прислать? А, фотографию. Нет, нет, члены совета, вы знаете, я так поняла, Елена, это вопрос относительно формирования страницы. Там будет фотография регионального лидера и обязательно просто, ну, члены вашей команды, группы. Мы их там все по имя, фамилии перечисляем. Да, коллеги, давайте будем делать так. Конечно, я сразу говорю, что мы не делаем ничего такое статичное, вот знаете, как памятник. У нас все в таком живом, активном потоке. И вы знаете, сейчас очень всем нужно серьезно об этом задуматься, что очень много сейчас заявок, как я говорю, что больше, более 500. Но не все, конечно, активность проявляют. Но мы смотрим только на результаты. Не потому, что это чья-то кохоть, вредность или еще что-то. Вы понимаете, да? То есть это единственный показатель, в котором мы сейчас все, и я в том числе, как региональный лидер, интересны. То есть я надеюсь, с этим понятно. Да, супер. Хочешь, Григорий Михайлович, респект. Хочешь жить серьезно или понарошку. Абсолютно правильно. Вот Григорий Михайлович, могу сказать, что я очень рекомендую, прямо в обязательном порядке, и вам лично, и ваши команды, сорганизуйте и участвуйте на встречах, которые проводит сейчас Григорий Михайлович. Мы также приглашали его на наши встречи. Это просто суперзаряд. Это просто выжимки из выжимок, что называется, потому что это очень большой мастер, он практик, он дает именно те инструменты, которые практически работают. Поэтому, Григорий Михайлович, вам большая благодарность от всех нас за ваш труд, за ваш опыт, с которым вы просто очень щедро делитесь. Так, к чему такие сложности? Еще в прошлом году было обозначено, что если кто-то не проплачивает рассрочку более двух месяцев, то уже внесенные средства, сейчас, минутку, средства возмещаются на баланс лицевого счета, найти деньги, человек сможет оформить доступный по сумме пакет, но по тому дисконту, который будет на этот месяц. Значит, отвечаю еще 120 раз. Коллеги, сейчас все меняется, смотрите условия, которые есть сейчас. То, что было в прошлом году, это было в прошлом году. То, что было вчера, это было вчера. Смотрим на информацию сегодня, каждый день участвуем, смотрим. Это как работа на бирже. Пожалуйста, держите руку на пульсе. Каждый день, каждое мгновение. Вот, как говорит тот же Григорий Михайлович, мне нравится, приходите сегодня, слушайте сегодня. Да, сейчас, именно будьте активны в сейчас. Не потом, когда я приду и прослушаю. Нет, сейчас. Это важно сейчас, понимаете, да. Завтра все может измениться. И это не от меня зависит, это не от вас зависит. Мы все находимся в грандиозном проекте, от которого зависит и вся наша работа. Я просто сразу вам хочу сказать, коллеги, сейчас, именно в феврале, проводится череда просто грандиознейших переговоров. И после этих переговоров условия нашего сотрудничества также будут меняться. Учитывайте, пожалуйста, это. Поэтому давайте мы будем прекращать те вопросы, а в прошлом году был то-то, или в прошлом году я подписывал еще что-то. Вот сейчас и сегодня делаем максимально все, что возможно. И сейчас, и сегодня, и так каждый день. Вот только на таком дыхании, на такой ноте. Родители будут подписаны подо мной. Это в количество клиентов входит. Коллеги, не важно, кто под вами подписан, какой статус имеет ранг, родственник ваш или еще. Конечно, то есть 5 человек проплатили, получите дополнительный бонус. 10 проплатили, неважно, кто они, родственники ваши или нет, конечно. Вопросы об оплатах. По всем вопросам, связанным с выполнением оплаты, вами заказа, пожалуйста, обращайтесь в предприятие по адресу. Так, еще раз. Вопросы об оплатах. По всем вопросам, связанным с выполнением оплаты. Вами заказа, пожалуйста, обращайтесь. Не поняла, Юрий, уточните, какого заказа? О каком заказе идет речь? Так, я про визу. По СНГ виза не нужна. Так, коллеги, это уже частные вопросы. При оплате в других регионах карта виза больше не проходит. Коллеги, просто надо эту сумму разделить. Разделите на две части. Разделите на четыре части. Проплатите карты. Никаких проблем нет. Да, может, например, каким должно быть объявление на оффлайн-мероприятие. Коллеги, сегодня, прямо сегодня я размещу объявление на наше оффлайн-мероприятие, как пример. Вот то, что мы делаем в Санкт-Петербурге для России, что мы делаем в Балтии у себя. В следующий раз давайте на нашей рабочей встрече, которую мы проводим с Энетой по понедельникам, вот максимально, очень актуальная тема. Как приглашать? Григорий Михайлович тоже, кстати, этот вопрос актуально осветить. Вот давайте мы его осветим с разных сторон для того, чтобы было понимание. Очень хорошо. Так, подскажите визу Белоруссию для россиян нужна, для россиян не нужна, для европейцев, я знаю, это нужно. Какие еще вопросы? Покажите, подскажите визу Белоруссии. Так, пакетов. Так, Юрия не совсем поняла, каких пакетов. Так, приходится. Коллеги, я очень прошу, если вы пишете вопрос, давайте мы будем писать вопрос так, чтобы было всем понятно, чтобы не пришлось потом через несколько других вопросов дописывать и где-то что-то искать. сформулируйте четко вопрос, да, чтобы это было всем полезно. Мы ответили сейчас, проговорили, всем понятно, все поставили плюсики, все довольны. У всех есть инструментик в руках для работы, да. Поэтому, если можно, то есть вопрос целиком, хорошо? Давайте. У кого есть еще какие вопросы? Вот сейчас, я думаю, информация такая вся уже основная получена. И будем завершать нашу встречу. У нас много работы у всех. Да? Так, если вопросов нет, тогда будем завершать. В завершении ко всем, значит, информация. Сегодня будет рассылка. Сегодня будет рассылка с расписанием на неделю, как обычно. Кроме этого расписания мы будем среди недели, так же, как я уже сказала, готовить отдельные, например, берем Челябинск, Челябинская область, да, и делаем там рассылки, делаем рекламу, делаем все по этой области. Берем Санкт-Петербург, Ленинградская область, либо Крым, либо Чебоксары, да, либо берем там Украину и так далее. То есть, с этим понятно. Поэтому от вас сейчас четкое расписание на март месяц, еще до конца февраля сейчас мы делаем еженедельное расписание. С марта месяца в марте что мы делаем? В марте мы выставляем расписание на весь месяц сразу, потом просто будем понедельно дублировать. И в течение всего марта мы будем уже рекламировать ваши регионы. С этим понятно. Поэтому давайте, чтобы, как сказать, дисциплинированно все мне вовремя прислали, вовремя прислали, вовремя информация ушла. Все, я надеюсь, с этим все понятно. И очень вас благодарю за вашу обратную связь, за то, что вы есть, и давайте работать дружно. Все, огромное спасибо, все четко, все понятно, все тогда на связи. Сегодня я выставляю информацию на английском языке в чате. Сегодня мини-анонс приглашения на мероприятие. И сегодня третий пункт – это с кем связаться по вопросам личного кабинета. Все, тогда договорились. И всего хорошего. Всем до связи. Субтитры создавал DimaTorzok